Сегодня рассказ наш об охоте с ловчими птицами. Охота эта давнишняя, можно сказать древняя, никто не может сказать, когда она началась. В разных местах земли на пернатую дичь охотились с некрупными хищниками, с соколами, с ястребами. А вот на востоке издавна охотятся с беркутом. Беркут позволяет охотиться уже на зверья. Вот мы видим охоту с беркутом на лесу. Это типичный объект охоты. Иногда беркут может даже одолеть волка. Сегодня такая охота стала редкостью, но она возрождается. И охотники в Киргизии, в Казахстане уже хорошо известны люди. Есть ли охота на территории России? Как ни странно, есть. В Красноярском крае, в знаменитом селе Шушенском, живет мой друг Юрий Носков. Удивительное дело, он музыкант сам, причем очень хороший музыкант, преподает музыку детям, но главное его увлечение – охота с беркутом. Эта птица в его руках уже много лет. Она великолепно дрессирована. Она хорошо знает своего хозяина. Она к нему привязана. Можно сказать, что она считает хозяина своим партнером на этой замечательной охоте. Надо сказать, что охотиться с беркутом можно только в местах, где птицы видят только дикую природу. Потому что в населенном пункте беркут может взять собаку, кошку, для него это обычная добыча. Вот отъезд на охоту. В этих местах в охотничьи угодья далеко ехать не надо, они рядом. Мы проехали, ну, полчаса, может быть, и вот перед нами уже тайга, горы. Это хорошо знакомые для каждого беркута места, его естественные в природе охоты. Беркут Юрия так дрессированный, что он его отпускает в вольный поиск. Орел может присесть на дерево и как следует осмотреться. А иногда он сразу набирает высоту и уже с высоты высматривает добычу. Но хозяин все время не выпускает его из виду. И орел тоже хорошо знает, где находится его покровитель. Стоит только позвать, и вот уже орел на руке. Для того, чтобы он действовал всегда точно вот так же, его, конечно, надо угостить. А вот удивительно, такая гигантская птица, и он может исчезнуть, а поэтому бубенцы одевает. Я ждал от той стороны, и вдруг она смотрит. Казалось бы, вот дикий, он мой парит один, и смотришь уже двое, откуда взялся, как она ловы, понимаете, загадочная птица. Воспитание орла, обучение его охоте требует от беркучи, так называют этих охотников, очень много терпения, настойчивости, знания характера птицы. Мы попросили Юрия рассказать, как он натаскивал орла для охоты на лисицу. В общем, это происходит, как мы видим, довольно просто. Выбрасывается так называемый вобилу, то есть чучело лисы. Орел за ней бросается, конечно, очень быстро ловит, и в это время надо обязательно вознаградить его пищей. Без этого воспитание не получится. Сейчас ему еще найдем миска. А вот уж мой золотой. Ой, тут, однако, нету больше. Этот прием он что, знает со своего детства? Да, чтобы налетать птицу, приучить, чтобы она... Вот обычно смотришь, птица мазанула по зверю и сидит, а зверь уходит. Мой алтай мазанет, взлетает, снова атакует, и бывает понесколько вот так, вязкость сильная. Но он-то понимает, что это неживая лисица? Он понимает, но он понимает, что его поощряют. После этого покормит, да? Вот он что-то видит, смотрит в небо. А что там? Может быть, такой же орел. Потому что часто припаривается. Раз ты сказал, а вот бывает случай, что он во время своих облетов может с кем-то из диких встретиться? Встречается. Благодаря ему только я вижу. Так охотники десятилетиями охотятся, не видели никогда. А он парит, допустим, смотришь, уже два парят. Иногда три к нему припариваются. Какие взаимоотношения? Как-то один, я Алтая крикнул, он с неба летит, и тот за ним увязался. Алтай ко мне садится, а тот так ошалело взлетел, так голову свесил, что такое. Да что ты говоришь, не близко? Да подлетел я удивился, если бы, ну, буквально пять шагов. Я думал, и тот сейчас сядет ко мне. Я смотрю, все время он что-то смотрит. Он туда смотрит, видимо, там... А что может быть? Что-то там есть. Ну что, лиса может бежать или что? Ну, может быть и лиса, может и косуля, он же у меня и косулю берет. Вот в Сибири мощная косуля, он берет ее. А вот там черная точка, что это будет? Это нет. У него зрение, вы не сомневайтесь. Вот у меня бинокль, я ничего не вижу. На полпути, подбегая сквозь кусты, он все видит, я не вижу. И только уже потом подбегаю, вижу, на кого он там нападал. На какое же расстояние он может улетать от тебя? Ну, фактически на любое. Он вообще, вот в тайге, когда охотишься, надо желательно зациклиться на одном ущелье и идти. И иду тихо, потому что можно потерять птицу, хоть и бубенцы на нем. Степи, пожалуйста, там хоть куда, не боишься, что потеряешь. В тайге вот на одном, и высоко уходит, уже за хребтом все видит. Я начинаю делать так, чтобы он пониже спустился. Ну, допустим, видели сегодня, полезу якобы за мясом, он жихни, и опять иду, он понял, что мясо не дадут опять. И опять ему надо уходить ввысь. А вот ты рассказывал, что он у тебя что-то на три или на сколько неделю летел? Два месяца. А как же это получилось? Два месяца. На охоте увязался за лесой, так же в тайгу в лес, сосновый лес сплошной. Увязался, я гнался, гнался. Я бы мог отозвать, но какая-то была надежда, что все же возьмем. Он тогда был молодой, ловил редко, ему очень для стимула нужно было. И потерял обидно, да такая леса гневка была, жалко было так отставать. Потерялся на два месяца. Тогда у него бубенцов не было. Или в Таежном селе, в Предтаежном, там его потом выловил охотовед. Ну, два места птица жила самостоятельно. Я позже узнал, что охотники видели то там его, то там. Но тебя-то она узнала? Меня, конечно, несомненно, узнала. Мы должны сказать, что мы имеем дело с самочкой. Самка, да. Я вот его Алтай назвал, потому что с Алтая привез 19 лет назад. Так, так. А сейчас уже охота Машенькой назвать, такой ласковый. А вот ты мне говорил, что тут произошло, как это говорят ученые, прийти из-за впечатления. А на что же тебя считают вроде бы, как бы, своим возлюбленным, что ли? Да, вот сейчас к весне дело идет, и садится мне часто на плечо. Причем лапы в бутон складывает когтями, чтобы не повредить. И так ласково. Ухо может мочку легонечко клювиком пощипать. Я в это время даже ревнюю, отнеслась бы, нет? К женщинам, четко. К моей жене, к женщинам с Климом Юрием Михайловичем, директриса, приезжала. Только подошла, он импульсивно мне даже сжал вот так все. Хорошо. А вот я тут от американцев слышал, что они говорят, что все-таки эта вот птица, особенно такая вот крупная, все-таки опасная. Действительно так? Опасная. Очень много случаев, надо уметь ее так обучить, чтобы она для человека не была. Вот вы видели, со снега я ищу. А это же вот по молодости, он когда был такой дикий, схватит вместе с кистью, с пальцами, все вцепится наглухо. Сколько ели эта птица? Ну, еют уже 19, буду отмечать 19 лет вот-вот уже. Она к тебе в руки попала в каком возрасте? Ну, с леток. Молодой орел уже так начал летать, с леток. Что такое вобило? Давайте объясним, не все зрители знают, что это такое. Вобило, значит, большая ошибка многих, что вот они делают что-то непонятное. У меня четкая голова лисы набита легко. Ушки, все, глазки видно и хвост привязан. Надо подержать, да? Только что он, не дай бог, где-то если близко Алтай, он сейчас присвищит на него, поэтому не показывать. Это для него уже... Оно по-оптреп. Но я на охоту не таскаю его никогда. Это лишний вес для меня, я даже ключи вам говорил со связки снимаю. Он достаточно, видели, крикнуть, и он без вобила приходит. А вот я в Казахстане-то разговаривал, они говорят, что вот первоначальное обучение, это первый, так сказать, класс обучения, тут уже 19 лет, без этого просто невозможно. То есть первого зверя, которого он видит, это вот такой вот, да? Без вобила? Ну, это да, чтобы ловкость у птицы, каждый день занимаешься, чтобы она была ловкой. Но вот они посмотрели, Казахи, они все допытывались, как же я добился такой вязкости, посмотрели и сказали, мы нет, на лошади тащат его в прямолинейном, он догоняет, хватает, все на этом. А так они не занимаются. Но дело тонкое, вот если только надежды нет схватить, надо, чтобы она вот его коснулась. Если так резко, что она безнадежно, она перестает кидаться. 19 лет работы с орлом. Любая охота и для орла, и для охотника, это накопление опыта. Обязательно что-нибудь происходит новое. И даже вот в этом опыте с вобилом, который нам Юрий показывает, мы видим, что в одном случае орел берет добычу одним способом, а в другом другим. Вот в этой охоте есть элемент случайности. Мы ехали и вдруг вспугнули стаю голубей. Обычно с орлом на голубей не охотятся. Это уж слишком разновеликие птицы. Но тут просто интересно было посмотреть, что получится. И ведь получилось. Это было удивительно для самого Юрия, потому что редкий орел может это сделать. Маленькая добыча. Но весь ритуал отъема ее у орла обязательно соблюдается. Иначе орел не будет отдавать добычу и в других случаях. То, как он хватал голубя. Фантастическая картина. Я никогда не думал, чтобы такая тяжелая птица могла на лету поймать голубя. Это вообще-то характерно для орлов. Да что вы, особенно для таких мощных самок это вообще нереально. Я сам, когда с ним начал заниматься, я не думал, что он будет. Но путем длительных многолетних занятий птицу уже доводишь до такого состояния, что она такие чудеса творит. Теперь я обратил внимание вот на что. Ведь их была стая. И один немножко отбился. Он что, почувствовал, что этот голубь, возможно, послабее? Да, несомненно, он никогда не погонится за тем голубем. Даже ястреб и сокол очень сложно им ловить голубя. А этот отбился от стаи, и, конечно, он пошел за ним. Я заметил, он, возможно, неполноценный. Плюс зоб наполненный пшеницей, они туда летают, на пшеничные поля. Ну, в общем, картина фантастическая. Скажи, пожалуйста, вот органы чувств. Какие для этой птицы главные органы чувств, я имею в виду? Зрение, слух там? Ну, несомненно, орел это зрение, тут все знают. Но и я знал с детства, много начитался книжек, но чтобы такого, я не предполагал. Что такое его зрение? Что такое зрение орла? Я еще могу, ну, в степи, допустим, ну, там хоть сколько, ладно. Но когда сквозь кусты, сквозь леса все видит, уходит, начинает там парить, голова вниз, смотрю добыча, бегу в бинокль, ничего не вижу. Двенадцаткратный бинокль. Да, этот у меня поменьше, ну, и тот я носил тоже. Уже подбегаю, только на половине пути где-то что-то начинаю, что-то мелькает там в кусте, что-то есть. Ну, представляете, бинокль такой, и птица, и все такое. Говорят, что с огромной высоты видит мышь, это так? Да он хоть что видит. Был случай, когда он шел к лисе на высоте, и неожиданно упал вниз, смотрю, подкинул воздух, полевку заглотил. Семечки. Да, лучше синица. Вы все время поддерживаете контакт? Да, контакт. Удивительный контакт. Она на меня зациклена, успевает и меня наблюдать, и зверя, и все остальное. Но контакт предполагает и некий язык общения, так ведь? Ну, конечно. Есть он. Ну, несомненно. Хорошо. Это что же язык? Звуков, жестов? Ну, начнем, может быть, со звуков сначала. Ну, язык звуков, прежде всего, начинаю я с клички. Вот вы заметили, я резко кричу кличка Алтай, и он с любой точки летит. Если я даже в гуще, он слава надел, подлетает ко мне. А если ты крикнул Бобик? Да нет, он даже ухом не повел. Даже вы его позвали бы, он мог не прилететь. На голос он был, они очень чутко чувствуют. Плюс очень важно у меня команда Катаки взять. Допустим, она его взбадривает, он верит хозяину, что если крикнул взять, значит, хозяин может помочь. Тут уже, несомненно, надо нападать. А потому что, а если он над волком, допустим, летает, я делаю все, чтобы он не напал. Но я молчу тут уже. Но ты можешь ему подать сигнал, например, что нельзя брать? Отвлечься его как-то. А это не нужно, он знает, что если хозяин пошел мимо и уходит, тихонько уходит, а то еще и достает ему мясо, он все, сходит оттуда. Хорошо. Саянская тайга, очень богатые животные. Тут можно встретить на равнинах и зайцев, очень много лис, есть волки, есть очень крупные сибирские косули. То есть, любой выход на охоту всегда что-нибудь охотнику приносит. Ну вот, мы отправляемся в надежде, что кого-нибудь встретим. Идем недолго, ну, минут десять. И вот, о, все произошло так быстро, что я даже не смог сообразить, кого он поймал. Елки! Лицом, 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 лицом. Что это было? Латай. Что тут? Латай. Но он не отдастся, он только так вот. Оказалось, поймал Филина. Сам Алтаю надал, чтобы вперед побольше. Ой, батюшки! Все, батюшки! И не сам хороший хищник. И все-таки вот от орла увернуться не мог. Все, Филина как съел. Ух ты, голубчик мой. Нет, Филин выживет, я вас уверяю. Так, ладно. Его не надо погладеть, потому что. Там мы его снимем. Выживет Филин. Я уже... Это несколько уже их было таких. Не жилец? Я думаю, выживет. У меня было несколько случаев. Один Филин вообще у меня месяц в нише жил. Начал атаковать, все, я потом его выпустил. Беда в том, что снег влажный уже, солнышко, и вот он подмог. Скажи, пожалуйста, ну как это все могло произойти вот? Вот он поднялся, полетел. И что? Где он его прищучил? Алтай же в лед бьет. Секунды тут решали. Я сам ничего не понял. Ну а вот те случаи, когда тебе приходилось наблюдать нападение, как это все происходило? Ох, один был уникальный случай. Уже темняется почти ночь. Я давно его не видел, а где-то отстал. Но смотрю, филин летит. Исколка, за зайцами охотится. Полетел. И тут летит Алтай с неба, уже темняется. Я еще думаю, вот филина буду обучить. Филин маститый такой, как петлю дал от него. Он за ним такой фанатичный, соколинный. И снизу так его схватил, и спиной начал падать, а потом уже ушли. Вот этот филин таковарь начал подвеснуть. Как ведет себя филин при появлении орла? Филин боится. То есть сила на стороне этой петли? Да, все же. Потому что у меня орел мощный, самка, он с высокогоря. Обычный орел полегший. Там не так, а вот этого боятся. Но вот мы сейчас не видели, как происходило. Мы увидели, так сказать, развязку. Ну я видел момент, я момент видел. Но что, он пикировал или как? Он на взлете. Филин как взлетал, он схватил, и тут же они упали. Птица какая-то маленькая, я смотрю. Самец, самец. А они мельче? Самки значительно мощнее. Причем он подмог, филин же у него один пух создает. А тут как в снегу-то подмог борьба. А его, говорит, ощеплен, как петух. Хотя берет глухаря, зайца, ну сила-то есть. Хорошо. Ну и в природе орел часто нападает на филина? Если есть возможность, то такая мощная самка обязательно возьмет филина. Обязательно. Я считаю, потому что у меня орел вольным стилем, он один к одному, как дикий всегда. Какая ситуация для филина выгоднее всего при ситуации, в момент, когда он увидел, что орел где-то тут близко? Затаится колышком, затаится колышком, не шелохнуться, и он следит тогда. И вот не случайно, это же близко подошли-то, он близко подпустил, неестественно, потому что он видит орел опасный. А потом уже все же безвыходно, я бы его, если бы я увидел, я бы ушел, мне не нужно идти, он же птицу тоже. Конечно, конечно. А я не видел, только увидел, когда уже взлет, он уже... Да, но мне кажется, что он пострадал сильно. Нет, это впечатление, потому что он вымок весь, влажный снег вымок. Он опушится, высохнет, и все будет в порядке. Я думаю, что выживет. Потому что очень крепкая птица. Он накосил маленько. Ну, как вы хотели, неудачно очень схватил. Вообще, редкий случай, не бывает такого, чтобы за глаз что-то повредил. Ну, хорошо. Ну, мы ему дадим отсидеться, подкормим его, может быть, и выживет. Конечно. Я думаю, что выживет. Все, хорошо. Все, все, все выживали. Ну, хорошо, ладно, все. Ну, вот с этой неожиданной добычей мы и отправляемся к машине. В Москву Юрий мне позвонил и сказал, что Филин действительно выжил. Причем довольно быстро. Он определил ее в зоопарк, и он остался в этом зоопарке жить. Охота с орлом обычно проходит в светлое время дня. Но иногда, по обстоятельствам, она затягивается. Любопытно, что орел готов брать добычу и уже в сумерках. Так, ну-ну. Ну, покричи, покричи, еще покричи. Умолк. Юра, ну, начнем с нашей атрибуты. Вот я дотронуться могу до этих бубенцов? Да. Для чего эти штучки? Ну, при моей охоте, вы видели, что я охочусь, чтобы птицу снова стоил. Здесь дверь стоит там. Очень важно не потерять птицу. В степи, вот в Казахстане, там можно обойтись вполне без бубенцов. А здесь не только, но и звонки должны быть. И при нашем холоде их слышно очень далеко, в километре. Благодаря этому я птицу не теряю, когда стал применять эти бубенцы. А до этого были случаи, что... А вот ты мне рассказывал эту интересную историю с лайкой. А, да. Ой, это Василий Михайлович, это не передать. Он пошел на лайк очень далеко. Я смотрю, охотник, владелец, скидывает двухстволку. Все, я жду выстрела. Думаю, птицу у меня нету. Все, скинул, прицелился. Смотрю, опустил. Опять скинул, опять опустил. Алтай хватает лайку, та его подтаскивает к хозяину. Он прикладом его отпихнул. Я потом подбежал, он говорит, я скинул. Хотел стрелять, слышу, что-то звенит птица. Что-то не то. Хотя этот охотник приезжий не знает. Тут-то все местные знают, что у меня Алтай. Вот они его спасли жизнь, да. Спасли жизнь. Так, пойдем дальше. Вот он сидит вот на этой штуке. Как она называется? Ну, это можно назвать подставка вообще-то. Это вот, вы знаете, среднеазиатских, они на седло делают. Но у них более такая примитивная. Птица сколько весят? Птица тяжелая у меня. Для этой птицы вес охотничий даже, вес около пяти. И носить ее невозможно. Да вы что, я такие по 30 км делаю, такую даль. А эта подставочка, я там музыкант, придумал пульта для нот. Главное, она ставится легко на треноги. Секунда она стоит. И она, смотрите, как удобно. Вот на плечо поставил, и идешь хоть куда с птицей. Хорошо. Веса вообще не чувствуешь. Перейдем ее в прежнее положение. И пойдем дальше. Вот все обратили внимание наверняка на этот клобук. Так он называется, да? Да, клобучок. Что это такое? Зачем он нужен? Ну, вообще, это изобретение далеких предков, чтобы птица не волновалась, не беспокоилась. И одевает клобучок, она успокаивается. Ничего не видит. А, видите, Алтай именно надел клобучок, он начал волноваться. А без клобучка спокойнее, потому что он к нему непривычен. Я клобучок применяю только при перевозке. Вот в автобусе куда-то. Дальше я снимаю клобучок, и до он на дно летает, парит, ищет добычу. Он к нему не любит поэтому. Юра, я не случайно об этом спросил. Я вот наблюдал, в Казахстане старики охотятся. У него птица все время под этим клобучком. Он снимает только на мгновение, когда увидел какого-то зверя. Снимает клобучок, орел летит, поймал, и он сразу же опять ему на голову. А у тебя? И там я добавлю, даже головка у птицы становится, как у змеи узенькая под клобучком все время. У меня орел сам ищет зверя или зациклен на меня тоже. В любой дистанции он следит за мной, я за ним, я у него как загонщик как бы. И он без клобучка. Клобучок только после охоты одел, идет почти до шоссе, за мной летает. Подзываю, одеваю клобучок, сажусь в автобус последний рейс, и домой. Ну может быть мы посмотрим, как он будет выглядеть без этого клобного убора. Давайте вот. Видите, он не любит? Клевала, он не любит, он вот этот для него новый микрофон. Да ничего страшного нет, ничего, ничего. Видите, перестал клювать, требовать взлета, все успокоилось без клобучка птица. Хорошо. Ну вот ты сказал, что вот он у тебя без клобучка, ты мне говорил, что он у тебя почти вольная птица. Чем же все-таки он отличается от вольных, и чем он отличается от птиц, вот, допустим, в Средней Азии у охотников я видел, который всегда под клобучком. Ну там, видите, птица, поскольку она, как вы сказали, вот только в коридоре действует, схватила, тут же одевает. Я не даю вольного полета, потому что она, как говорят, мгновенно может отвечать, там уйти и все. Мой постоянно охотится, он самостоятельный на охоте. Я для него, как загонщик, как товарищ, все тут вместе. Я все же боюсь, что он, мало ли что, клюнет сюда. Вот, и вот, вы убедились, что стоит мне подозвать, в любой тайге, в чаще он с высоты сквозь деревья ко мне приземляется. Я понимаю, что в каких-то полторы-две минуты невозможно рассказать вот об этой фантастической, я бы сказал, уникальной просто школе воспитания. Это, наверное, единственный в мире случай, когда птица может лететь на десятки километров и вернуться к тебе. Вольный стиль, ты, наверное, как-то сумеешь рассказать. Я бы тебе советовал просто написать об этом, может быть, даже книга. То, что ты рассказывал, это фантастически. Ты ведь написал, недавно я получил от Юрия подарок, книжку о своей охоте с беркутом, о его воспитании. Книжка великолепная. Вот говорят, что талантливый человек во всем таланте. Юрий такой вот. Прекрасно знает природу, прекрасно знает эту птицу, прекрасно знает животных, которых он ловит. И прекрасный рассказчик. Необыкновенно сочный, яркий, образный язык. Я не помню случая, когда я читал документальную книжку с таким удовольствием. Взвешивание орла. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы точно знать вес птицы. Слишком разжиревший орел к охоте не пригоден. Он теряет ловкость, он теряет подвижность, поэтому за весом его надо следить очень тщательно. Ну вот, когда все к охоте готово, скорее-скорее в тайгу. Тайга сибирская, живописная, интересная. И вот эта охота дает человеку чрезвычайно много радости, кроме добычи. Радость главная, говорит Юрий. Вот в прошлом разговоре упустили очень важный момент. Ну, у всех представление такое, что орел – птица степная, птица открытых пространств. Мы видели, как он летит в лесу, среди деревьев. Он прям как слоломист между них вот так вот. Это что, обычное поведение орла? Или все-таки ты как-то этого приучил? Да, ну вот это тоже, Василий Михайлович, путем многолетних занятий. У нас ведь тоже есть чистые места, но на них, к сожалению, звери не бывает. Особенно сейчас, когда вот нарезное появилось с оптическими призвери, ушел весь в тайгу. И мы с Алтаем, до этого мы в лесах, в перелесках окоть, а тут вынуждены уйти в тайгу тоже. Это настолько сложно, тут я, как вы говорите, книжку, действительно, я вот пишу книжку, только она все это объяснит. Я посмотрел, когда деревья расположены друг в другу, фантастическое дело, он поворачивается как бы на ребро, и летит не так, а вот как. Да, я подозреваю, что дикие тоже так делают, потому что вот, вы знаете, финны, финны зовут его лесной орел, это не случайно, что-то есть в этом. Я к таким вещам всегда прислушиваюсь, думаю, дай-ка я свое лесным сделаю. Я даже Камчатский у меня более мощный орел был, научил, ну, конечно, не так, но все же он что-то там. Хорошо, вот ты упомянул заяца, заяц частые добычи для орла? Вот это удивительно, что заяц для моего, есть самец орел мелкий, для того, да, но он больше ничего не может ловить, он лесу не одолеет. А для такой мощной самки заяц очень редкая добыча. И для меня это вообще счастье, я бы вот охотился, заяц для меня лучше намного, чем там он лесу косули, вот этот заяц для меня, это почетная такая. И самое удивительное, я никогда этого не ожидал, ну, ладно, там, заяц увиливает, ловкий ужасно все, но чтобы заяц, так же, как вот тот лесовин, выходил, есть такие, да, есть такие зайцы, уверенный орел это видит. Что его вид жуя даже, что его невозможно взять, он как мячик подскакивает, даже иногда вякает как-то задними ногами, снег взметает из-под себя. И он бывает или не нападает, или, выполняя мою команду, все же нападет, но успеха нету, бесполезно. То есть заяц это желанная для вас добыча и нечастая, да? Да, очень редкая добыча. Орел сверху может увидеть не только заяца, но даже и мышь. А заяц хорошо заметен. Вот он увидел, что замечен. Орел видит заяца. В лесу он ведет себя, как настоящий слаломист. Заяц хороший бегун, но он и хитер. У него есть такая уловка при нападении орла. Он делает свечку вверх, и орел с размаху может под ним проскочить и удариться в снег. Ну, хорошо, если в снег. А если камни, орел может поломать крылья. Поэтому опытные охотники с орлами Средней Азии стараются орлов на зайцев не напускать. Но тут у заяца спастись не было никаких шансов. Юра, ну и теперь несколько слов о его естественном снаряжении, или, наверное, точнее сказать, оружии. Где у него главное оружие? Главное, как вы уже поняли, я вижу по глазам это когти. Он когтями берет добычу. Плюх редко очень применяет. Даже хватает лесу, голову подальше относит. Не дай бог, за голову укусит. Ну и, как вы заметили, что самый мощный у него задний коготь, потому что он один здесь. Впереди три. Передний вот этот тоже мощный. Как этот задний коготь, как он работает? Он может с большой высоты нанести им такой кинжальный, буквально кинжальный, да. А потом еще передним погрешить. Когти ведь при постоянной охоте, при постоянной соприкосновении жертвы стачиваются, могут даже поломаться. Да, они не обязательно приходят. В домик не в такой поместишь, как нужно. Он мгновенно их затупит. На стену кинется. Ну, а в природе? Да, когти изнашиваются. Но они, у них постепенно обновляются. Но вот я для своего алтая, если безвыходное положение, я подтачиваю их. Можно посмотреть, как это делается? Так, конечно, почему нельзя? Вот берешь коготочек и очень умело подтачиваешь, потому что, не дай бог, не так подтачиваешься. Покажите, чтобы было видно камере. Так, так, так. Не дай бог, не так что-то сделаешь, не тот загибчик получится. Покажите на другом когатке. Он чувствует, что ты касаешься ножиком? Он, видите, привычен к этому. Он абсолютно. Вот, и когда до идеальной доводишь, логоть готов. Мне можно попробовать? А. О, прямо как шило. Хорошо. Я однажды видел лапу орла. Это страшное дело. Сплошная культя. Там на ней почти когтей не было. Это у старых птиц бывает. Ой, сколько я лап таких перевидал. Вот у нас недавно птицу мне принесли под стрию и начала на козля, на домашних нападать. Там уже в ужасном состоянии лапа. Когтей нет, перекушены или что, там идет загноение все. Одного мне принесли птицу вообще без заднего пальца. Или откушены, или что, непонятно. Ну, в общем, жесткие условия, что вы хотите. Как ты в этом случае выходишь из положения? Ну, обычно, главное, кокоть лишена птица, все, охота заканчивается заднего. А я нашел выход. Нет, значит, ну, вот изготовил такие коготки, искусственные, металлические. Покажите-ка их. Покажем нашим зрителям. Он что, из какого-то твердого металла сделал? Да, такой металл специальный, легкий. Они, в общем-то, не внушают, но когда на тот добавишь, на оставшийся, и уже коготь получается величиной. Ну, от идеала это, конечно, далеко, но без выходной ситуации. А вот там что-то еще за штучку у вас? Вы знаете, как он легко ставится? Вот берешь на лейкопластырь, его вот сюда приматываешь, вот уже коготь. И так же легко снимается, это дает обновлению потом когтя. А если на цемент, то уже не получится. Значит, пришли домой, и этот протезик... Да, и снял мгновенно, ножичком вот тут подрезал лейкопластырь и снял. Я смотрю, там что-то в вашем пластиковом мешочке еще что-то есть. А, вот это вот, когда птица, допустим... Подержать в руках. Да. Так, объясняйте, что это такое. У нас очень мощные лисовины, если укусит птицу... Стоп, 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 я хочу показать вам. Да, то потом, чтобы пальчик лечить, чтобы она не задевала ни обо что его, на бюлете сидит птица вот с этой повязочкой. Ну, одеваешь на палец. Вот, кожаная такая. И вязочками заматываешь, и он не касается. Пальчик там у него быстренько зажил. Хорошо, спасибо большое. Прекрасный день для охоты. Много солнца, много снега, тишина. Лиса занята мышкованием. Это обычная ее работа зимой. Она хорошо слышит мышей в снегу, а орел заметил на чистом пространстве лесу. И немедленно атакует. Ну, ситуации очень выгодные для охотников. Орел очень опытный. А лиса, видимо, молодая, не очень опытная. Но во всех случаях охотник бежит на выручку орлу. Он не знает, что там происходит. Вот, и момент, когда обязательно надо добычу у него немедленно взять, вознаградив его. Юрий рассказывает, что вот, если добыча достойная, он старается накормить птицу досыта. Ну, лиса живая, покалечена маленечко. Вот мы ее выдворяем в мешок. Что он делает? Орел. Он ест дух. Едует. Охота с беркутом может быть разная. Вот азиатские охотники, беркучи в Киргизии, в Казахстане, это добытчики. Для них главное трофей. За сезон они добывают 50, а некоторые даже 100 и более вниз. Юрий Носков такую задачу перед собой никогда не ставит. Конечно, трофей иметь приятно, но главное – это удовольствие от этой охоты, от ее красочности, от ее необычности, от того, что человек познает повад птицы, он познает окружающий мир. Вот я читал его книгу и чувствовал, что вот я это читаю первый раз. Нигде в другой книге я этого прочесть не мог. Вот на таких охотах Юрий ведет себя не просто как любознательный человек, он ведет себя как ученый натуралист. Так, 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 так. Так. Ну, Юра, будем беседовать. Может быть, мы присядем, что-то уже ноги не держат. Дай рукавичку. Наблюдая вот эту охоту за лисой, я, честно сказать, просто позавидовал тебе, сколько ты всего этого видел. Скажи, пожалуйста, вот поведение лисы характерное или сегодня, или всяко бывает? Ну, для вас это, конечно, интересно было, а для меня это такой примитивный случай. Лиса попалась такая мелкая. Вы видели, как она скованно вела себя. Для нее орел это повеликий. Еще бы хуже было, если бы она начала стремительно убегать. Тут она как семечки щелкает. Хуже даже... Почему? Что значит, как семечки? Ну, орел... Вот в Средней Азии на коне гонят лису, да еще с таким криком сам хозяин. И лиса убегая, она почти лишена всякой возможности. То есть она запаниковала, и орлу легче взять это. Все легче. А бывает даже вот такую же, мы небольшую взяли лису. Но у нас в Сибири есть всякие лисы. Бывает, что даже такая, но она его подождет точно так же, вот как эта, и резко отскочит. Он... может еще отскочить там глазом не... Ну, лиса есть лиса. Если она умеет это делать, если она не запаникует... Был даже случай удивительный, когда лиса мышкует, и вся в снег влезла. Один хвост там у нее... Ну, вы знаете, как мышкует. И он летит уже... Тогда бубенцов не было. Бесшумно, то есть. Думаю, ну, интересный момент, как же будет. Сомнений не было. В бинокль смотрю, лиса уже в пяти шагах от него, а он в снег... В этом случае он в снег врюхался. Он настолько был уверен в удаче. Как вот она услышала в последний момент? Ведь не зевнет никогда. Вот занята мышкует, не зевнет птицу. Лиса свою жизнь отдает легко или борется до конца? Ну, вот эта лиса для него, это у меня очень мощный орел самка. А вообще у нас в основном, если на поле лиса ходит, то это очень маститый лисовин, как бы. Он не боится птицу. Если вот такая обычно возле убежища, там прячется в кусты, в норе, в тайге поглубже. Еще одна охота на лис, но уже на другой день. Ситуация, видимо, несколько иная. Орел выбирает стратегии, как ему вести. Лисицу он увидел на краю леса. Ему очень важно не дать ей скрыться в лесу. Надо отсечь ее. Поэтому он сел осмотреться, прежде чем атаковать. Вот атаковал, и все. Можно сказать, опять довольно легкая добыча. Юра рассказывает, что одинаковых охот почти не бывает. Каждый раз какой-нибудь сюрприз видишь. Либо орел где-нибудь чуточку сплоховал, либо лиса ведет себя не так стандартно, как она обычно ведет. лиса небольшая. По нашему Сибири. Ну он немного... О, 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 ну-ка, 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 ну-ка. Цепи, я хочу осмотреть. Дай, покажи мне. И подарить зверинцу абаканскому. У них самочек нет. А у них скравцован, я вижу. Ну да как ух, это же. Да что ты, мы ее так не вытащим. Да не надо вытаскивать, пусть она держится. Не вот, 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 вот и все. Пускай сцепилось. То есть смотри, как. Ах ты. Лапами надо. Все, сцепилось уже, нет, пусть. Да и пусть. Пусть прекрасно. Все, смотри. Э-э-э, ничего не надо. Все, все, давай в мешок. Мешок, мешок, мешок. Иди ты туда. Все. А есть вообще уникальные случаи. Причем нередко. Это было в присутствии телезионщиков, когда при съемках даже, я им говорил, они не верили. Я говорю, да он идет из глухой тайги, где ему ничего, никакой опасности. Хотя опасность от Алтая везде. Но все же, на чистое поле с поднятым хвостом идет лисовин. Вызов. Да, вызов. Значит, тут он, птицу уже все. Это для него одинаково, или даже он себя считает повыше лисовин. Но тут все идет на ловкости. Каких только уловок у них нет у лис. Он может туда будто метнулся, потом будто сюда, а сам только третью сделает. Может даже взад. Взад вот так. Когда гонишь лису, так вот она убегает, это неинтересно. Но когда она зациклена на птицу, вот в чем изюминка. Взад резко может отскочить, опять мимо. И здесь очень важна вязкость птицы. Понятно. Я слышал, что иногда лисы, особенно парочка лис, лисовин и лисица, могут прийти на помощь друг другу. Это правильно? Да, это я об этом говорил. Что да. Вот представьте, когда такой мощный лисовин, с одним очень тяжело, если не дай бог схватить. Лис, он не только на ловкость, но и на силу надеется. Если думаешь, оплошаю то, что я тут поборюсь. Меня не победят. А когда, представьте, он схватит, это полбеды, когда самца схватит, самочка более такая, но все же нападает на него. Но если их схватит самку, ну там туши свет. Хорошо. Томет прибегает на помощь. Две лисы, как себя ведет орел? Он кончает схватку или продолжает с двумя? Ой, один был как-то случай в присутствии охотников. Там такая борьба. Лиса через все поле, к счастью, самочка перебежала, на него напала. Он с этим борется, а это наскакивает. Он как-то оттоит, махивается. Потом там куча мала получилась уже. И все же он, я уже близко был, вплотную подбежал, лиса все же та убежала. Охотник еще жалел, что не побежал, я бы ее пристрелил, мол. Но этого лиса, лисовина он все же взял. Но, конечно, был потрепанная птица, покусанная. Лисицу не зря называют хитрой. Животное это очень умное. И опытная лисица, а особенно лисовин, зная многое в природе, зная своих врагов, зная их слабости, зная их сильные стороны, ведет себя очень уверенно. И орел каким-то, скажем так, шестым чувством отлично понимает силу или слабость того или другого животного. Вот ситуация, когда он не спешит нападать, он внимательно следит за лисой, за ее поведением, но он обучен нападать и подчиняется команде напасть. И вот мы видим схватку равных противников. Она очень драматична. Лисовин ведет себя очень изобретательно. Он прячется за дерево, прячется в таком виде распадки, за пенек, лишь бы увернуться от орла. Но и орел опыт с ним. Ну, скажем так, первый раунд этой схватки окончился в ничью, силы равные. Лисовин настолько успокоился, что даже интересуется мышами. Но орел не терял лисовина из видом и выбрал такую обстановку, когда атаковать ему было очень выгодно. Ну, что называется, куча мала. Так, ну вот это уже признаки явной победы. Юра, вот самый такой, ну, как говорят, запоминающий, самый выразительный момент вот в твоей практике охоты с орлом. Моментов моря. Я сейчас мельком скажу об интеллекте. Вот вы, очевидцы были, это, говорит, фантастика, что вот такой мощный лисовин, и вот это язык можно жестов сказать, орел специально летит, мой, Алтай, на него, как бы нападает, но не хватает, делает облет и ко мне летит, зная, что самолюбивый лис придет сюда же с поднятым хвостом. И он к тебе его подтягивает. Да, иногда лис не идет, как бы, говорит, лети сюда, а орел не отступай ко мне. Но иногда приходит ко мне, тогда получается ситуация, что он может от меня побежать, засуетиться, и он его тогда берет. И все это близко, борьба не затягивается, и птица, как говорится, цела. Но я ему всегда желаю легкой добычи. Кто может оказаться на пути этого охотника, вот когда охотится он в таких местах, где вот мы были? Какие животные еще? Ну, я как говорил уже, что это очень мощная птица, он у меня с высокогорья, он берет даже нашу косулю в Сибири, очень мощные косули, да, трехпудовых даже были случаи берет, это вообще уникальное достижение. Мне даже глава охота для эксперимента такого лицензии бесплатной присылала, вот сейчас вот и края охота помогает, что это очень уникальное явление, что берет косулю. Причем, ладно бы сигалетка все, а то бы берет, бывает большую. Но явление-то редкое, чтоб не думали, что якобы пошел, взял косулю. Это многолетнее у него, но вообще у него и в генах, конечно, такие мощные самки, я видел несколько случаев, явно доказывающие, что они пасут косульно. А тут сложность, опять же, если он одну схватит, рядом еще одна косуля, та его забьет копытами. Тоже приходит? Ой, я потрясен. Бешеная скачка идет. Вот то, что вы видели, объезживает там, это чепуха, косуля скачет намного. Там через голову и всякое. И в это время та косуля подбегая и попадает копытами именно в птицу. Был случай, когда начала бить, он тогда его отпустил, тут схватил. Та начала метаться, третья подбежала косуля и все же его сбила. Орел – птица, предпочитающая жизнь в горах. Знезды у нее на горных выступах и хорошо ориентируется она на такой местности. И есть в этих случаях у нее особая добыча, не очень частая, но бывает, что орел нападает на козерогов. Тактика охоты в этом случае у него совершенно иная, чем наравнение. Удар и козерог падает. И орел уже знает, что будет он уверен, что добыча в его власти. Вот она. Но тут все ведь бывает в природе. Удачливого охотника и его добычу увидел дикий орел. Причем орел не слабый, орел сильный. И Алтай почувствовал эту силу. И вот он, претендент на чужую добычу. Ну, схватки практически не было. Алтай счел разумным отступить в надежде, что в этих местах и другая охота будет удачной. Охотник в этом случае считает разумным отозвать птицу, она уставшая и покормить ее в это время. Этот характерный крик означает, что возбуждение от охоты у орла еще не прошло. Юрия Носкова я знаю уже много лет. Я бывал у него не один раз. Разные охоты были. Иногда мы возвращались с большой добычей. Иногда добычи никакой не было. Но мы не жалели, потому что мы уносили с собой прекрасные впечатления от встречи с сибирской очень богатой природой. Мы видели животных, мы видели синие небо, мы видели лес, речку. Язык жестов. Что это такое? Вот вы заметили, команда «Пошел я, да и он слетает». Или иду по лесу, кричу там крика «Гать!» Это все звуки. Я сказал о жестах. О жестах. Язык жестов тоже. Я уже вам говорил, что если высоко слишком ушла птица, опасение, что далеко сильно увидит. Я, вот насколько зрение видит всех и видит меня, я по лесу якобы за мясом делаю такой жест. Он, ага, думает, может, хозяин хочет мясо дать. И пониже резко спускается, как бы обваливается вниз. А я опять спокойно пошел, он, ага, хозяин не дает, и опять начал плавать уже пониже. То, что мне нужно. Ну, это все очень интересно. Честно скажу, я очень посоветовал вам об этом подробности. Сейчас нельзя поговорить, обо всем этом написать. Это уникальное явление. Но я ведь вот думаю, что вот такое общение, вот этот язык предполагает, ну, несколько иное воспитание, иное поведение, иную птицу, чем, вот, допустим, я видел у охотников в Казахстане. Да что вы! Это же, я, как называю, вольный стиль охоты, когда птица вживается в среду, она вся там, но и тут же хозяин. Ну, такого добиться фантастического интеллекта, чтобы вот у меня сокольники, специалисты были свидетелями, потрясены. Трижды улетал туда, видел добычу, к нам летел, убеждался, что мы бежим, он назад туда шел опять. Потом опять к нам, снова назад. Хозяин подходит, подходит. Конечно, это только, когда птица всегда свободна и в то же время общается в быту с людьми. Это сочетание такое. Но это возможно, конечно, при фанатическом поведении хозяина. Вот, допустим, птица фактически у меня уже была утеряна, несколько птиц. Но это одна. Я находил, по два месяца искал, по месяцу, по полмесяца. Из угодья не вылазил, находил эту же птицу, дальше с ней занимался, и шло-шло. Она сопоставляет. И там жила без хозяина, и тут жила. Ей есть что сопоставить. Неплохо ей живет с таким хозяином. Ну что, продолжим, может быть, охоту? Всякая охота – это всегда какая-нибудь неожиданность. Вот готовишься к одному, а встречается вдруг что-то совершенно другое. Мне Юра рассказывал бессчетное количество разных случаев. Ну вот в этот раз мы пошли. Орел пока ничего не видит. Спокойно ведет себя. Места, правда, хорошие, богатые. Зверья разного много, птиц много. Ну вот орел пущен в вольный полет. Что он увидит, на кого нападет, мы еще не знаем. Неожиданность в этом случае была в том, что он вновь увидел филина. И опять эта добыча для Алтая была легкой. Ну, обычный ритуал забрать добычу и дать что-нибудь на зубок птицам. хотя бы он, так сказать, никакого путь паса будет пустая. Явно мало. Еще хочет. Ну, с этого места надо уходить. Любопытно, что орел не только не сел на плечо, а сопровождал нас, как собака. В чем дело? А в том, что все хотят справедливости. Добычу отняли, а покормить как следует не покормили. Ну, и птица обиделась. Мы эту обиду вполне понимали. Вполне. Но мясо в сумке уже кончилось. Вот мы видели, как неожиданно, совершенно и для нас он прищучил филина. Какие птицы могут быть жертвой его? Ну, для меня самое почетное это он поймал как-то ворону. Но она до того ловкая даже, ястреб ее сложно, но там получилось так, что я выпугивал зайца, орел с неба шел со свистом, и она, когда я ударил палкой по кустам, вылетела на взлете, вильнула, но все же недостаточно этого казалось, он тоже за ней схватил. Хорошо, а глухарь? Глухаря, я думаю, я вот сейчас в тайге начал с ним плотно охотиться, думаю, глухаря возьмет. Но не всегда, конечно, не каждого, но можно такого добиться. Средняя Азия. В этих местах с ловчими орлами охотились не только на лис, не только на зайцев, но изредка и на волков. Волк всюду, где живет человек, является персоной нонграта. Это животные очень умные, очень сильные, очень выносливые и кровожадные. Волк иногда убивает так много, что не в состоянии потом съесть и даже малую часть добычи. По этой причине волка всюду всегда преследовали. Ну, сегодня преследуют с оружием, с огнестрельным оружием, но опытные охотники с беркутом считают честью, большой честью для себя добыть волка с помощью ловчего орла. Вот один из эпизодов такой охоты. Молодой волк. Только на молодого волка они рискуют напустить птицу. И орел отважно атакует зверя. Волк предпочитает убежать. К месту возможной схватки устремляется охотник для того, чтобы прийти орлу на помощь. И вот он, конец погоны. Волк сбит с ног к этому месту. Вот-вот прибудет охотник. И, конечно, волк обречен. Юра, последний вопрос. Вот много разговоров о том, как такие крупные птицы ловчие берут волка. Насколько это правда? Все-таки волк ведь очень сильный хищник. Я делаю все возможное, чтобы он этого не делал. То есть, если где-то, ну, это не дай бог. Ну, что такое волк? Это волк. Я понимаю, что, возможно, в Средней Азии волки мелкие, причем молодняк, а не молодняк, пуглилый, боязливый. И когда на лошади его гонят, он убегает панически, птица схватит как хочет. Так же, как мы вот для фильма снимали в паническое состояние ставили волка вот алтайма. Как хочет, удобно схватит. Плюс, мгновенно помощь последует. Волка добивает. Он, говорят, не успевает иногда даже ничего понять. Это даже не... Но если вот так вот серьезно волк, да, у нас в Сибири волк, он перекусит его на две части. И что, такой зверь, он в воздух может подскочить. Не знаю, на птицу. Заслуженному известному Алтаю вместе со своим хозяином случается бывать в командировках и не очень близких. Вот эти кадры снимались... Эти кадры снимались в Туве. Мы видим стадо яков. Это очень интересное животное. Оно такое же для гор важное, как верблюд для пустыни, как северный олень для тундры. Пасутся яки стадами. И любопытно, что эти стада почти всегда сопровождают волки. Часто они поедают падших животных, но стараются догнать и слабого. А слабым может оказаться малыш. Беспомощный малыш. Яки, конечно, внимательно следят за обстановкой в стаде и всегда готовы малышу прийти на помощь. Но волки не отступают и все время используют тактику со всех сторон обойти стадо, стараются отбить малыша от стада. И очень часто это им удается. «Малыш во власти волка» «Малыш во власти волка» «Малыш во власти волка». Вот так. Бежал волк и остановился. Схватка очень серьезная. Но тут приходят на помощь малышу взрослые яки. А Алтай в схватке с волком стал победителем. И вот Алтай снова на родине, в родных Саянах. Синее небо, знакомый пейзаж и очень дорогой для него друг. Можно получить с его руки угощение, ответить на его голос знакомым клекотом. Все как всегда. Я хочу сказать, что вот это воспитание птицы уникальное. Вообще охота с орлом это явление исключительно интересное. В этом же случае мы имеем, может быть, единственный в мире такой редкий вариант, когда птица практически вольная. Все это результат очень умного, тонкого воспитания, когда птица хорошо чувствует человека, когда человек знает не просто орлов, но вот эту конкретную птицу. Когда два существа стали практически друзьями, прекрасно понимающими друг друга, отзывающимися на жест, на голос. В общем, это явление исключительно интересное. И мы пожелаем нашему другу успехов в охоте и это интересное сообщество с этой птицей. Я так думаю, Юра, собственно, для вас, наверное, и трофей это дело второстепенное. Так а тут при всем желании никак много не поймаешь, потому что все зависит от птиц, а у нас такие еще сложные места, здесь тайга, здесь зверь, там. Но это вот я еще добавлю к вашему, что результат 19-летней деятельности с одной птицей. Если менять птиц, то такого не добьешься. Юра, спасибо вам большое. Желаем успехов, здоровья и орлу, и вам тоже. Вот так в Саянской тайге живет очень интересный человек и очень интересная птица. Саянская тайга 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 Продолжение следует... Продолжение следует...